Нюша, Мотя, Ася, Даша, Олег. Всего семь хвостов. Кого-то подбросили, кто-то сам прибился. Людмила Корниенко уже долгие годы пристраивает четвероногих в добрые руки. А эту банду упитанных собак выгуливает и кормит каждый день. Всех стерилизовала. В семнадцатом году пенсионерка даже взяла кредит, чтобы построить вольер для собак. Этот пятачок находится на стоянке. Людмила договорилась с арендатором. Только вот недавно животные стали мешать своим соседям, сотрудникам офисного здания. Буквально неделю назад, в четверг, на той неделе, позвонил Костя, арендатор этой стоянки, и сказал, все, Людмила Ивановна, уходите через неделю, чтобы вас не было. Иначе вы придете, и стоянка будет просто раскатана. То есть или отпустят, или отравят. Людмила и другие сердобольные женщины, которые кормят хвостатых, уверяют, собаки лают в основном, только когда приходишь их кормить. Пенсионерки даже готовы платить из своего кармана, лишь бы животные остались в этом вольере. В приют собак не берут. Я обращаюсь, чтобы строили, выстроили городской приют для бездомных собак и кошек. Потому что это просто назрело, это необходимость, это такая необходимость. Мне постоянно звонят, особенно зима начинается, щенки забирают. Возьмите, пожалуйста, щенков. Тем более проблема с бездомными собаками остро стоит и в Новоалтайске. Сейчас женщины в полном отчаянии. Впереди зима, а будущее этих собак пока очень темное. Пенсионеры боятся, что их подопечных просто снесут вместе с вольерами или отравят. Послезавтра судьба собак решится. Сколько собаки сделали для нас доброго. Они и в космос летали, и в опытах медицинских участвуют все время. И спасатели, и поводыри. Пожалуйста, люди, если кто неравнодушный, помогите нам в этой ситуации. Ирина Корчагина, Алексей Фризин. День с толком.